Такой стук в дверь сегодня рано утром будил жителей Приволжского и Вахитовского районов Казани. Но не всех, а должников. У кого-то административный штраф, другие не заплатили налоги и теперь не спят спокойно. В этой квартире дверь не открыли, зато проснулись соседи. Давно-давно не видела. Да, вообще кто там? Мальчишки тут живут. Даже не встретившись с приставами, люди узнают, что их навещали. Судебные исполнители оставляют извещание. Для добровольной оплаты дается 5 дней. После 5 дней прошло, выносится постановление исполнительского сбора. Исполнительский сбор минимум 1000 рублей и 7% от суммы задолженности. Но даже дополнительные штрафы часто не мотивируют должников. Тогда приставы приходят снова, уже для описи имущества. Все зависит от суммы задолженности должника. Мы описываем в основном технику. То есть, если имеются автомобили. Такие рейды происходят достаточно часто. Их судебные приставы совершают несколько раз в неделю. Ведь и должников в Татарстане немало. Общая сумма задолженности по фискальным платежам в республике составляет больше 10 миллиардов рублей. Откройте дверь, пожалуйста. У владельца этой квартиры долг 16 тысяч рублей. После долгих уговоров дверь все же открыли. Однако это оказалось лишь квартиранткой. Я поживаю здесь одна, приехала студент. Назвать меня. Теперь хозяйку ждет извещение суда. Сейчас Казань лидер по должникам. Следом идут Нижнекамск и набережные Челны. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова